Единая Россия взяла курс на обновление. Об этом говорили на пленарном заседании 18-го съезда партии. Участников поприветствовал Владимир Путин. На форум прибыли 3,5 тысячи партийцев и руководители регионов страны. Среди них и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В своем выступлении глава государства отметил, что в ряды единороссов вступают новые управленческие кадры, в том числе и активная молодежь. Именно благодаря этому партия сможет выйти на новый уровень своей деятельности и стать прорывной в развитии страны. Также президент призвал прислушиваться к мнению граждан и в полной мере включаться в реализацию их инициатив. Лидерство не в том, чтобы обещать манну и небесную, которая возьмется неизвестно откуда. Лидерство в том, чтобы принимать ответственные нужной стране решения. Но, конечно, при этом обязательно нужно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую с людьми. Разъяснять, почему принято такое или иное решение. И почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время. По мнению главы Кубани, такой подход можно применить в регионах. Время диктует новые реалии, поэтому нужно вырабатывать иные подходы и управленческие решения. Краснодарский край готов полностью помогать в этом вопросе, отметил Вениамин Кондратьев. О задачах сделать на местах жизнь комфортнее и приблизить реализацию федеральных задач сразу после пленарного заседания рассказал и глава Краснодара Евгений Первышев. Абсолютно понятный вектор, который на сегодняшний день обозначил глава государства. Это работа, точная работа с населением, жителями, обсуждение всех непосредственно инициатив, обсуждение всех федеральных программ, реализация федеральных программ на местном уровне, непосредственно приближенная к населению. Это самая главная задача, которая реализовывается сегодня в городе Краснодаре, в Краснодарском крае. Но, конечно же, будем усиливать эту работу в связи с тем, что программы федерального уровня, они набирают оборот, они получают новый вектор, они получают дополнительные финансовые возможности. Также на пленарном заседании участники обсудили важнейшие задачи, которые стоят перед партией и страной, а также обозначили пути их решения. Продолжение следует...